Доброго времени суток! Вы попали на канал Mijen Lessons. В этом видеоролике я хотел бы показать, как сделать бесконечные волны на примере десантных кораблей, бронетехники, а также на примере пехоты. Приступим! Итак, для начала добавляем юнитов. Добавляем танкистов и сам танк. Я скопировал юнитов, чтобы не расставлять их заново. Добавляем катер. Затем нужно добавить теги юнитам, чтобы вызвать их. Открываем меню нажатием клавиши W. Даем тег танку. Теперь нужно задать тег для корабля SHIP. А также десанту, который будет десантироваться на берег. Выбираем всех юнитов и назначаем им игрока. Рассаживаем юнитов по бронетехнике и по кораблям. Выбираем всех юнитов и даем тег hidden, для того, чтобы они были скрыты. Теперь нужно добавить вейпоинты, по которым они будут атаковать. Добавляем для начала для пехоты. Для танков, бронетехники. И добавляем вейпоинт для корабля. По первому вейпоинту будет двигаться корабль. До этой точки. На эту точку будут высаживаться юниты. А поэтому вейпоинты юниты будут атаковать. Добавляем точку за туманом для удаления катера. Для того, чтобы юниты не группировались в кучу, когда спавнится, можно сделать следующее. Выберите вейпоинт и укажите там маленький радиус. Например, единицу. И после этого, когда они будут спавнятся, они будут немного разобеттачиваться. Но в некоторых случаях проблема может не уйти полностью. Поэтому еще совет. Можете делать почаще вейпоинты. То есть не два вейпоинта, а делать цепочку вейпоинтов. Тогда они идут более сгруппировано. Как отделение. И что будет, если указать радиус 0? Вы сохраняетесь. И при следующем загрузке появляется такая ошибка. Неприятно. Сейчас я покажу, как это исправить. Открываете файл с игрой. Заходите туда, где лежит ваша карта. Проблемный файл был 1.me. Открываем его через любой текстовый редактор. Находим проблемную строчку. Вот она с вейпоинтом, радиусом нулевым. Изменяем на единицу. Сохраняем. Все. Можем открывать игру. На этой точке должен становиться корабль. Добавляем анимацию. Указываем название анимации. Door open. Все. Далее мы высаживаем юнитов. Команды emit. Указываем вейпоинт, на который нужно высадить вейпоинт. Седьмой. Пассажиров всех. Минус единица означает всех. Делаем задержку, чтобы все успели выйти. Копируем анимацию. Alt-C. Ту же самую анимацию производим наоборот. Ставим скорость минус 1. Задержка 3 секунды. И ставим команду вейпоинт, чтобы корабль уплыл и удалился за туманом. Для того, чтобы сделать бесконечную волну, нам нужно добавить команду спавна юнитов вейпоинт. Также сделать задержку между волнами. И следующая является самой важной частью. Это команда триггер. В команде триггер мы указываем на этот же триггер, чтобы он выключался постоянно. Соответственно, когда триггер выключен, он опять заново выполняет все команды. Также есть команда loop. Внутри нее мы можем указать все те же самые команды. Waypoint. Delay. В loop мы указываем количество повторений. 5, 10. Если указать очень большое число, это будет равно приблизительно бесконечности. Минусы команды loop это в том, что ее нельзя остановить. Если она начала выполняться, она будет выполняться то количество раз, которое вы указали. Остановить ее нельзя. В отличие от команды trigger. Добавляем триггеры для пехоты, танка и корабля. Начнем с пехоты. Чтобы включить отображение вейпоинтов и зон, нажмите F9 в режиме редактирования миссии. И нажмите соответствующие галочки напротив зон и вейпоинтов. Добавляем вейпоинт. Указываем наших юнитов. В данном случае склад 1. По тегу. Вейпоинт указываем 0. Клонируем. Указываем make squad. Тогда юниты будут при спавне идти более рассредоточенно, а не кучно. Телепортируем и поворачиваем. Делаем задержку между волнами. Указываем триггер на этот же триггер пехоты, чтобы он выключался и заново воспроизводился. Если вы хотите, чтобы юниты атаковали широким фронтом в шеренгу, можете сделать следующим образом. Расставьте юнитов заранее длинной линии, как я. Добавьте им тег и тег hidden. Я сохранился, перезапустил миссию, чтобы обновились теги. Теперь вам нужно только изменить в команде вейпоинт, чтобы они не телепортировались в эту точку, а указать approach force, чтобы они форсировали следующий вейпоинт. Тогда они будут все постепенно сближаться с следующим вейпоинтом, который следует после нулевого, который мы указывали. Для танка берем команду loop. Внутри нее добавляем вейпоинт. Указываем нужную нам технику танк. Вейпоинт, по которому будет спауниться два. Клонируем, телепортируем и поворачиваем. Ок. Добавляем задержку. Сделайте лучше задержку побольше, чтобы они не спаунились друг в друга, иначе могут взорваться. Количество повторений укажем 5. Также внутрь волны можно добавить несколько типов техники, чтобы они следовали друг за другом. Вот я добавил тут машину и легкий танк. Для того, чтобы расширить юнитов в волне, достаточно лишь продублировать вейпоинт и указать там другую технику. И выставить задержку между ними. Для кораблей тоже возьмем команду loop. Добавим сюда вейпоинт. Вейпоинт укажем для корабля. Телепортируем и поворачиваем. Также внутрь добавляем. Делай задержку. Здесь задержку сделать лучше побольше, потому что корабли очень сильно тупят, и они создают пробки на подъезде к вейпоинту. Укажем большое число. Добавим команду actor state. Команда actor state позволяет нам изменить настройки юнитов. Допустим, здесь я хочу убрать i-move для десанта, который будет высаживаться с корабля, чтобы они не реагировали на взрывы, выстрелы и убийства товарищей. А также я хочу им увеличить скорость. С этого вейпоинта десант будет высаживаться на точку 7. Здесь указываем 8 вейпоинт. Добавляем здесь actor state и уже указываем i-move enable для тех, кто пробегает по этому вейпоинту, чтобы они начинали реагировать на взрывы и выстрелы. Также команда actor state позволяет изменять другие настройки юнитов. Здесь можно изменить режим огня, режим передвижения, скорость передвижения, количество жизни, количество энергии. Эти 4 параметра отвечают за искусственный интеллект юнитов. No advance и no retreat имеют переключатели on-off. No advance означает не наступать, а no retreat означает не отступать. Указывайте no retreat on, no advance off, чтобы юниты только наступали. Advance ratio и retreat ratio отвечают за боевой дух юнитов. Чем меньше advance ratio, тем они сильнее прут на врага и им пофигу танки, гранаты, все что угодно. Retreat ratio означает за трусливость юнитов. Чем ниже retreat ratio, тем они сильнее отступают. Стандартные значения, которые указывали сами разработчики, для advance ratio 2, для retreat ratio 100. Также количество вейпоинтов, по которым будут атаковать волны, можно спокойно увеличивать. Это триггеры позволяют. Только нужно не забыть изменить соответствующие вейпоинты, по которым бегут юниты и по которым юниты удаляются, например, как корабли. Для этого нужно добавить дополнительный вейпоинт в триггер и указать другой вейпоинт. Если нам не нужны бесконечные волны, мы можем добавить проверку, entities, условия, указать здесь тег, плеера, тип, состояние и количество меньше 100, допустим. Тогда, когда юнитов вражеские будет меньше 100, волны будут наступать, а больше 100, триггер будет выключаться. Также мы можем добавить условие event. Event это какое-либо событие. Событие можно вызвать из любого триггера внутри редактора и проверять, было ли включено это событие или нет. Только нужно здесь поменять немного условия. Нам нужно, чтобы триггер работал, пока событие не вызвано. Соответственно, нужно поставить восклицательный знак перед первым условием, так как восклицательный знак означает отрицание. И это условие можно будет вызвать через команду event в другом триггере. Фух, я потратил на это видео очень много сил. Пожалуйста, поддержите меня лайком, комментариями. Все читаю, на все отвечаю. Всего хорошего. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok